Музыка Как мы и обещали, в прошлые выходные побывали сразу на двух этапах национальных отборочных по КС-2 Мужском и женском Команды выясняли, кто будет представлять Беларусь на региональном этапе чемпионата мира от АЭС Чтобы вы понимали, это были совершенно разные соревнования Как по макау страстей, так и по стилю игры Если парни играют сосредоточенно и, можно сказать, традиционно То девушки нас порадовали нестандартными тактиками и взрывом эмоций Возможно, профессиональным киберспортсменам в некоторые моменты было бы больно смотреть на некоторые тактические ходы Но мы получили море позитива И очень рады, что женский киберспорт получает всестороннюю поддержку от АЭС А пока смотрим новости Релиз обновления «Павшая корона» повлиял на онлайн в Dota 2 Одновременно в игре было зафиксировано более 921 тысячи пользователей Это произошло вечером 21 апреля Статистика опубликована на сайте Steam Charts Это лучшее значение пикового онлайна с ноября 2022 года Тогда в игру одновременно зашло более 990 тысяч геймеров При этом средний онлайн за последние 30 дней составляет 434 тысячи пользователей Это лучше, чем в марте, но хуже, чем в январе Релиз обновления «Павшая корона» состоялся в ночь на 19 апреля С патчем стартовал тематический ивент Также стала доступна «Сокровищница» и «Арканы» на Vengeful Spirit и Skyris Mage Однако геймплейных нововведений, ожидаемых комьюнити, не произошло World of Warcraft стала слишком сложной для новых игроков, о чем знают и разработчики Об этом рассказал исполнительный продюсер Тайтла Холли Лангдейл в интервью изданию Windows Central По словам Лангдейл, компания временно сосредоточилась не на привлечении новых игроков, а на удержании старых, что дало свои результаты Согласно финансовому отчету, после выхода Dragonflight количество подписанных игроков увеличилось в сравнении с обычными показателями Чаще всего наплыв геймеров происходит на релизе дополнения, после чего их количество сильно снижается Лангдейл признала, что с задачей удержания команда справляется на отлично Однако есть трудности с увеличением аудитории за счет новых пользователей Отдельно Лангдейл отметила недостаток текущей зоны для новичков Разработчики планируют заняться этим и другими недостатками в будущем, однако конкретных планов она не озвучила Студия Михойо выпустила несколько роликов, посвященных выходу новой героини Орликина в Геншин Импакт В первом видео разработчики представили персонажа, а во втором разобрали ее способности Орликина четвертая из 11 предвестников Фатуй, которые считаются главными антагонистами в Геншин Импакт Ранее она уже появлялась в сюжетных миссиях, а с релизом патча 4.6 стала доступна в качестве играбельного персонажа Женская команда Кова Гейминг впечатляюще доминировала на национальных отборочных республики Беларусь в дисциплине КС-2 Фимейл Их победа открыла двери для себя и для своей страны на европейский региональный этап Национальные отборочные прошли 20 апреля в престижном компьютерном клубе Мета-Арена Они стали подтверждением выдающегося мастерства и стратегического мышления каждой участницы команды Это отборочные в Саудовскую Аравию по КС-2 ФМЛ, как вы могли понять? Мы прибыли на турнир, отборочные, национальные отборочные в Эль-Риад Турнир у нас сегодня республиканский, национальный по КС Это чемпионат, мы представляем Counter-Strike 2, женскую команду Играем белорусскую квалификацию, чтобы пройти в Европу, там сыграть в квалификацию, всех выиграть Мы приехали выгрызать свою победу и просто провести весело время Приехали мы сюда набираться не только опыта, но и расти и развиваться в этом дальше У нас планы на самом деле есть большие, и мы надеемся, мы их реализуем с легкостью Все-таки мы готовились, мы приложили к этому огромное количество сил Потратили огромное количество времени, были недосыпы, были ссоры И я считаю, что это все должно пройти не зря И надеюсь, у нас сегодня все получится Состав команды Кова Гейминг в углове с Полиной Малевич, Валерией Балматовой, Варварой Ромашко, Викторией Чечко и Валерией Зубаревой Проявил истинное единство и профессионализм на протяжении всего турнира Их путь к вершине начался с уверенной победы над командой 862 ФМЛ со счетом 2-0, демонстрируя свою высокую игровую стратегию и непревзойденное мастерство На эту игру мы настроены очень серьезно, мы хотим выиграть, несмотря на то, что у нас сейчас замена Да, это, конечно, подорвет нашу, так сказать, тактику, но все равно мы пришли только за победой Это все-таки тактика, у каждого она своя И главное, это не волноваться Главное, это вываливаться по максимуму, не бояться Выходить и делать дело, а не сидеть, прятаться, бояться, что тебя убьют Не страшно, что тебя убивают, страшно, что ты никого не сможешь забрать из противоположной команды Потому что это может решить всю дальнейшую игру Наша стратегия – следять по головам, бегать и побеждать Нам, я желаю, не упасть духом, держаться так же, как мы настроены Чтобы хорошо играть, нужна целеустремленность, желание, преодоление своих каких-то внутренних принципов От чего-то нужно отказаться, к чему-то нужно прийти Не знаю, совокупность всего нужна, усидчивость Каждый из нас, кто здесь находится, наша команда ни разу не выступала ни на каких соревнованиях по киберспорту Но я считаю, что это не проблема Мы играли с соперниками абсолютно разного уровня И я скажу, что у нас есть все шансы на победу Тактики имеются Надеюсь, мы сможем их отлично, удачно реализовать Под влиянием какого-то минимального стресса Потому что мы все-таки девочки, склонны немного к волнению Мы разрабатывали все наши тактики, нашу стрельбу и все остальное Что мы приобрели за все эти полтора-два месяца, которые мы тренировались Нет, ну мы вообще не знали, кто против нас будет играть Никаких значений не было, просто вот девочки, девочки Но я думаю, что мы сильные, мы справимся У нас произошла замена, конечно, неприятная ситуация Потому что тренировались одним составом, будет играть человек на замене Как мы будем действовать, будем от этого отталкиваться Опять же, все будет решаться на ходу Непонятно пока, что мы будем делать Но мы все так же уверены в своей победе Потому что мы сильные, мы уверены в себе Мы пришли за победой Однако главной особенностью этой команды Стала не только ее способность одерживать победы над женскими коллективами Но и уверенное превосходство в игре с мужскими командами По сути, киберспорт это такая вещь, в которой нет психологических отличий То есть в отличие от спорта Где есть отличия между мужчиной и женщиной То есть здесь как бы играют только голова, играют твои руки И как бы мужчины и женщины одинаковые Единственное, что может отличить, это то, что женщины более такие эмоциональные в этом плане Но если, так скажем, все вместе идут к какой-то одной цели То эмоции не мешают, вы просто вместе работаете и все Ну, я не считаю, что есть какое-то преимущество Это же командная игра, вы должны работать, развиваться Тут же нужно выиграть Все должны стремиться за победой Это не просто собрать коллектив и отбегать игру, да Нужно к этому прийти, чтобы выиграть Несмотря на то, что это две команды всего лишь Или это было бы четыре команды, это десять Это конкуренция Несмотря на то, что у нас одни противники Нам тоже нужно взять и победить их Проведя два захватывающих шоу-матча с оппонентами-мужчинами Девушки Искова подтвердили свое превосходство Они обыграли команду «Гоу-Некст» со счетом 2-1 И команду «Алдскул» со счетом 2-0 Мы настроены не то, что на победу Мы настроены разорвать всех кругов И не только здесь Стычки происходили за счет того, что у некоторых членов нашей команды Не было достаточного опыта в играх У кого-то 2000 часов, а у кого-то 200 То есть понимаете разницу и понимание игры Но тренировки дают о себе знать И те, кто нас не догонял по уровню Уже очень близко наступают на пятки Конфликтов нет, конфликтов нет Все дружные, мирные Понятное дело, что это какие-то разногласия Но все люди, все понимают друг друга Вместе общаемся, находим компромиссы Приходим к общему мнению Долгая работа Кто-то проводит по 5 часов в день Кто-то по 12 Это уже строго от того, как ты вкладываешься в это И чего ты хочешь достичь Мне всегда нравились компьютерные игры Сделать из этого что-то крутое И бомбическое То, что будет покорять весь мир Сейчас все не так хорошо развито, как в мужском То есть есть какие-то квалификации Если сравнить количество команд То есть сейчас же мы играем Наша команда против еще одной команды Я считаю, что это очень плохой уровень Есть куда расти, есть к чему развиваться Что людям нужно тренироваться Не нужно сомневаться в себе, собирать команды И опять же, от этого все зависит Зависит не только от организаторов А от игроков Их желание собирать коллективы По Беларуси, ну, девушкам Быть уверенными Развиваться, развиваться, развиваться Я думаю, что в принципе Женский киберспорт развивается С каждым днем Становится все более обширным То есть он говорит, что было полгода назад Не сравнится с тем, что сейчас Поэтому можно Если есть желание Просто не сдаваться И идти дальше Не сомневаться в себе Уверенно все делать Тренироваться, уделять этому время Если есть желание Стремиться к самому лучшему И развиваться Мы пионеры женского киберспорта Которые хотим в этом дальше развиваться Ни в коем случае не бросать это дело Не важно, сегодня мы отыграем плохо Или хорошо Если плохо, мы примем ошибки Учтем их в следующей игре И будем уже лучше играть То есть что не делается только лучшему И всегда нужно развиваться Не бояться Не отступать И то же самое нужно делать в самой игре Не бояться выходить И играть Этот успех не только означал Уверенное лидерство в отборочном этапе Но и поднял планку для женского киберспорта в стране Теперь, как представители Беларуси Команда Кова готовится к следующему этапу Своего путешествия на европейском региональном уровне В июне этого года Уверенность, сила и слаженная работа в команде Делают их не только претендентами на победу Но и вдохновением для всех девушек Как в Беларуси Так и за ее пределами Студия Вета Воркшоп и издательство Private Division Представили первый трейлер симулятора жизни Tales of the Shire As a Lord of the Rings Game Ролик опубликован на YouTube В Tales of the Shire Фанаты Властелина Колец смогут поиграть за хоббитов, обитающих в Байотере У игроков будет возможность создать собственного персонажа Заняться рыбалкой, готовкой, садоводством Организацией фестивалей и другими активностями Улучшая жизнь в деревне Анонс Tales of the Shire состоялся в 2023 году Релиз игры запланирован на вторую половину 2024 года Участники состава Virtus.pro.p.k.s.2 Джами Джейм Али и Денис Электроник Шарипов Смогли победить в клатче 2 против 4 на первой карте В матче против Fnetic на ESL Pro Лиг сезон 19 Момент попал на официальную трансляцию чемпионата на Twitch Сначала киберспортсменам удалось убить Алехандри Боди Пионара Который пытался узнать, где сейвят профессиональные игроки После того, как Fnetic установила бомбу Участники VP не предпринимали активных действий Примерно за 10 секунд до взрыва бомбы Джейм и Электроник Спрыгнули на место закладки бомбы, чтобы ее обезвредить И выиграли раунд Матчи ESL Pro League проходят с 23 апреля по 12 мая на Ланно-Мальте 32 команды борются за призовой фонд в размере 750 тысяч долларов Компания Riot Games хочет провести три международных турнира По League of Legends в 2025 году Об этом сообщил портал Ship Esports Со ссылкой на собственные источники Предположительно, новый чемпионат должен пройти в период с марта по апрель Между окончанием зимнего и началом летнего сплитов На нем выступят как минимум по одному представителю от каждого основного региона А вот участие более мелких лиг пока под вопросом Вероятно, Riot Games хочет добавить турнир в уже существующую систему ивентов Пока команды соревнуются только на двух международных чемпионатах Mid-Saison Invitational и World Championship По слухам, региональные лиги уже начали подготовку к смене форматов И расписании сплитов на 2025 год Например, LCS перейдет на систему из трех сплитов, как в LEG Представители Riot Games отметили, что расскажут об изменениях киберспортивной сцены League of Legends в июне этого года Если эта информация подтвердится, это станет серьезным изменением на профессиональной сцене LOL в 2025 году Национальные отборочные республики Беларусь ПКС-2 стали ярким событием в мире киберспорта Привлекая внимание как местных энтузиастов, так и глобальной аудитории Это белорусские национальные квалификации к турниру в Ириаде Тут уже собрались одни, если не самые лучшие команды страны Мы приехали на турнир, попробовать свои силы, чтобы поехать на турнир в Дубай Есть сложные соперники, говорят, что тут все очень плотные, очень сильные Прошли отборы на всех чемпионатах страны И будем показывать свои силы, я думаю, у нас что-нибудь да получится Сегодня национальные отборочные ПКС-2 Победители ездят в Европу на отборочные И дальше уже первые 4 места едут в Дубай Ну, не Дубай, а в Визионные Арабские Эмираты Сегодня мы находимся в Метарене, 21 апреля В финал квалификации на ИСФ национальных Я с своей командой БТР Будем сегодня играть, стараться выигрывать и представлять Беларусь на национальном чемпионате мира Проведение турнира создало не только возможность для молодых талантов Продемонстрировать свое мастерство Но и позволило сформировать сильную команду Которая будет представлять страну на международной арене Наши главные конкуренты на этом турнире это БТР и Щипачи С ними будут интересные матчи В полуфинале мы планируем встретиться с БТР БТР нас уже ждет в полуфинале Нам еще нужно сыграть один матч до него БТР и Щипачи и Ковагемик я считаю основные главные три фаворита на этот турнир Ну, у нас максимально опытный состав, у нас самые опытные игроки в Беларуси и самые механически сильные, надеюсь Выиграем мы обычно сильных соперников, слабые нам не попадаются, потому что мы какая, мы сильная команда Мы мотивационно заряжены, тренировались какое-то время, ну и думаю будем пытаться Мы не знаем никого, я так понимаю, тут много миксов, которые собрались, грубо говоря, совсем недавно Ну и мы, как бы, у нас есть постоянный стак, но у нас есть плюс, грубо говоря, мы тоже не своей командой играем Поэтому, ну, будет видно, посмотрим Со мной играет Слава, Масвал, который играет в моей команде МДС Саша Рубец, который мы раньше играли в Немиге Зенекс, который мы играли в Эпстерс И парень Сенька, который очень много играет в Пейсета и просто знакомый наш Знаем из команд только щипачей, потому что мы играли против них Сайбер Икси Остальные команды слабо представляют, что за команды У нас есть только два сильных соперника Это Бетера с Лолипопом и щипачей Больше мы никого не считаем соперниками, всех остальных мы победим Мероприятие прошло с участием ведущих киберспортивных клубов и игроков страны А также с привлечением широкой аудитории зрителей Отборочные этапы были организованы во всех крупнейших компьютерных клубах Беларуси Что позволило максимально охватить талантливых игроков из разных регионов страны Отборочные были по регионам Несколько клубов, не могу назвать точное количество, принимали участие Скажем так, кто выигрывал клуб, тот ехал на региональный Давно играем в Могилеве, вот выигрываем И вот приехали представлять Могилев сюда Ну, вообще почти недавно играют вместе Они почти как команда, мы скорее микс, а не команда Поэтому у них есть преимущество в плане трактического, наверное, каком-то Играем давно, тренируемся по КС-2 совсем недавно Но это нас не останавливает, и мы сегодня что сделаем, победим Стараться, мы долго готовились к этому турниру У нас есть свои заготовочки, мы будем их использовать Наше преимущество, что у нас 4 человека полностью сыграны уже давным-давно И это может сыграть с нами хорошую шутку и злую шутку с соперниками Будем делать все возможное и невозможное И будем стараться показать лучший результат для нашей команды Финальные поединки, состоявшиеся в мета-арене Стали настоящим шоу, привлекшим внимание не только присутствующих на месте Но и тысяч зрителей через онлайн-трансляцию Зрители могли насладиться захватывающими битвами между лучшими командами Поболеть за своих фаворитов и оценить высокий уровень профессионализма участников Керриган – это великий капитан команды Фейс Клан И не только ее, но с фейзами он выиграл все свои главные титулы в жизни Вот, считается одним из лучших капитанов в истории КС Робс – это максимально сильный стрелок Его механика, его понимание игры на каком-то космическом уровне Ну, отличия есть, чувствуется, что немножко у них игра по-другому поставлена Но видно, что тренируются, видно, что стрельба поставлена То есть мне было приятно смотреть Сами игроки очень сильны Плюс есть связки, 2-3 игрока, которые уже играют в этих командах давным-давно Вот, их сыгранность на хорошем уровне Конечно, выйти на новый уровень, показать всем класс Стратегия у нас – если нас начинает кто-то выигрывать, мы делаем лучше, чем они и выиграем их Ну, наша стратегия – быть сплоченными, стрелять по головам, ну и выигрывать Какая еще может быть стратегия? Главное – сильно не расстраиваться То есть любая проигранная игра – это какой-то опыт То есть если сильно расстраиваешься, начинаешь гаснуть, как-то выгораешь Просто спокойно играем в свою игру Пацаны, тренируйтесь, бегайте ДМ-чики Каждый день нужно тренироваться И, конечно же, побольше фейсер на точек Не, ну как мы могли готовиться? Мы микс, у меня своя команда, у людей своя команда То есть мы просто перехали миксом чисто на индивидуальном скилле вывозить Команда Бетеры стала победителем турнира Продемонстрировав свою силу, тактичность и умение работать в команде Их путь к победе был нелегким Но благодаря сильной мотивации и умению восстанавливаться после неудач Они смогли добиться успеха На данный момент команда занимает 65-е место в рейтинге ХЛТВ Это событие подчеркнуло значимость киберспорта в Беларуси И его растущую популярность как среди участников, так и среди зрителей Если конкретно про Лилипопа, то опять-таки наш белорусский игрок Очень много чего достигал в рамках Беларуси, в рамках мира Агрессивная игра, очень хорош индивидуально, силен индивидуально В первую очередь мы сюда не ехали так, чтобы посмотреть какой-то уровень ребят Мы ехали за эмоциями То есть мы сюда уже приехали, собрались, нам уже круто Сейчас получим еще удовольствие от игры Верьте в свою мечту, несмотря ни на что Молодой вы, немного постарше Жизнь одна, надо идти к своей цели Такие мероприятия способствуют развитию киберспортивной индустрии в стране А также позволяют молодым игрокам проявить себя и пройти путь к успеху на мировой арене Ну, вообще такие мероприятия национального характера очень классные То, что в стране есть, все команды с разных городов приехали И это очень сильно укрепляет игриться Посмотреть, какие люди вообще существуют, играют в Counter-Strike у нас в Беларуси Ну и в целом прикольная атмосфера Очень хочу, чтобы киберспорт в нашей стране начал развиваться с еще более ускоренными темпами Чтобы было больше игроков, была большая конкуренция Потому что конкуренция дает стимул развиваться игрокам И хотелось бы больше организации в Беларуси Чтобы показывать поддержку игрокам Kingdom Hearts может получить адаптацию от Disney Об этом сообщил инсайдер Даниэл Эрпики Известный по многочисленным достоверным утечкам Инсайдер не уточнил, о фильме или сериале идет речь Стоит отметить, что это не первый подобный слух В 2020-м в сети распространилась информация Что Disney совместно со Square Enix работает над анимационным сериалом Который создается на движке Unreal Engine Однако подтверждение данным так и не появилось При этом пользователи сети обратили внимание, что продюсер Kingdom Hearts Те Цуэн Амура ранее заявлял, что франшиза может поменять направление Многие уверены, что речь идет о переходе в новый формат Спустя год после релиза зомби-экшен Dead Island 2 появился в цифровом магазине Steam Ранее игра была доступна только в сервисе Epic Games Store Dead Island 2 в Steam можно приобрести в трех версиях Обычный, Deluxe Edition и Gold Edition До 29 апреля игра будет продаваться в цифровом магазине Valve со скидкой 50% Релиз Dead Island 2 состоялся 21 апреля 2023 года Как вам женский киберспорт? Не стесняйтесь комментировать выпуски на YouTube Это не только помогает нам становиться лучше, но и позволяет узнать ваше мнение На следующей неделе мы продолжим вас знакомить с ходом национальных отборочных на чемпионат мира На очереди соревнования по PUBG и Dota 2 Первые прошли в субботу 27 апреля, а вторые состоятся завтра 28-го Причем команды по Dota прошли отбор через клубные соревнования по всей республике И мы вправе рассчитывать, что увидим величайшую битву сильнейших игроков республики До встречи!